Шартик. Регистрация. Весь экран. Так, огонь. Так, еще раз добрый день, коллеги. На всякий случай, да, чтобы было получше видно, можно вот здесь посрединке два раза затыкнуть на экранчик вот так, либо вот здесь еще слева есть большая кнопочка, полный экран. Так будет нам комфортнее общаться, да, вам будет получше видно, что у меня происходит на экране. Вот, рекомендую это сделать. Я, к сожалению, сейчас, ну, прикрою чат, я его видеть не буду, но я время от времени буду возвращаться на страничку чата, поэтому, если будут какие-то вопросы, то обязательно пишите туда. Вот, а сейчас мы начнем. Так, запись включили. Здорово. Еще раз добрый день. Приветствую всех на нашем открытом уроке по курсу Design State SOT. Сегодня у нас довольно интересная тема. И PBR в современном SOT. Вот насколько мы уже проводили, можно сказать, занятия на подобную тему, да, в прошлом осени, да, у нас было подобное мероприятие. Мы провозили, оно называлось фейерволы, ну, внедрение фейерволов в сети SOT. Но там мы больше осматривали поверхностно, да, вообще смотрели, какие есть технологии, какие есть решения. И я вот помню, тогда очень сильно просили нас рассказать о, конкретно о PBR. Поэтому мы решили это сделать. И сегодня мы поговорим конкретно про PBR. Посмотрим, как он настраивается. У меня тут уже заготовлен стенд. У меня тут есть включенные Nexus, потому что в PBR есть некоторые ограничения, поэтому мы будем с ними сегодня взаимодействовать. Вот, ну, а перед тем, как начнем... Так, я вижу, что все работает, да, запись мы включили, поэтому начнем с небольших правил. На нашем мероприятии есть, на самом деле, очень важное правило одно – это активно участвовать. Вот, то есть задавайте ваши вопросы в чат, плюс внизу вот здесь вот есть реакции. Реакциями тоже пользуетесь. Реакции вот есть, да. Тоже пользуйтесь, чтобы было понятнее, да, интереснее, нам всем было более продуктивно взаимодействовать. Вот, если какие-то вопросы запишите в чат, то, ну, как вы понимаете, вы видите, в принципе, весь мой экран. Я чат не вижу, поэтому я буду в это время делать паузы и смотреть на чат, да, чтобы ответить на все ваши вопросы. Вот, давайте немножко познакомимся, да, перед тем, как начнем. На всякий случай, там, меня зовут Алексей, являюсь руководителем данного курса, да, и сегодня веду данный открытый урок. В основной моя работа – это проектирование различных технологий, различных решений для автоматизации в сети 800 в компании Тинькофф. Вот, плюс являюсь инструктором Академии ЦИСКа по направлению CNA Routing Switching и направлению CNA Security. Вот, помимо данного курса, вот, то есть, да, я веду еще на нескольких курсах, такие как Network Security, Network Engineer, ну, и, конечно же, да, на курсе дизайн сети ЦИСКа. Вот, напишите, пожалуйста, о себе также кратко, да, там, в двух-трех предложениях, вообще узнать, кто у нас здесь присутствует, вот, в чатик. Я к нему попозже чуть вернусь, посмотрю, да, познакомимся, зачитаем все моменты. Поэтому парочка предложений от вас будет замечательно. Вот, пока продолжу, пока вы пишете. Посмотрим, какой у нас сегодня маршрут нашего вебинара. Сегодня у нас достаточно плотная программа, поэтому мы сильно задерживаться в каких-то моментах не будем. Как мы уже начали, в целом, да, со знакомства. Далее я чуть немножко расскажу об отусе, да, можно сказать, познакомлю с отусом, да, познакомил с собой, познакомлю с отусом, поэтому от вас жду ответная реакция. Вот, далее мы перейдем уже непосредственно к нашему занятию, поговорим про IPPR. Сначала обсудим немножко теорию вообще, зачем он нужен, да, какую проблему он решает. Вот, а после этого мы перейдем уже непосредственно на наш стенд, да, и посмотрим, как это все настраивается, как все это работает, как взаимодействует между собой и так далее. Вот, после такой практической части это будет все выполняться на стенде, да, сегодня у нас по минимуму вообще теория. Будем больше смотреть на практику, как все это работает. После нашей основной части еще немножко познакомлю уже непосредственно с нашим курсом, то есть с командой курса, кто у нас преподаватели, какие темы мы будем рассматривать на курсе, посмотрим программу, вот, плюс немножко обсудим, приведу некую статистику от нашего партнера HeadHunter по вакансиям, да, которые сейчас актуальны, вот, и немножко подведем, ну, подведем некий итог нашего сегодняшнего мероприятия, обсудим, какие-то, может быть, вопросы у вас есть, вот, либо появятся в моменте, вот, все это в конце мы тоже обсудим. Так, пока вы пишете, да, немножко познакомлю вас с Отусом, вот, уверен, что многие, да, слышали уже о нас, но в любом случае немножко об Отусе расскажу. Значит, Отус – образовательная платформа, у которой есть некая миссия, некая цель. Цель – это давать образование для повышения качества жизни, то есть вы улучшаете, повышаете свои скиллы, увеличиваете количество знаний, которые у вас есть, систематизируете, таким образом вы спокойно можете получить более высокоплачиваемую работу, более, может быть, приемлемую, ну, не приемлемую, более комфортную для вас работу, так, где вам будет больше нравиться, более интересно. Вот, за счет этого вы растете как над собой и, соответственно, повышаете свое качество жизни. Вот это, на самом деле, самое важное сейчас. Вот, помимо этого, компания Отус имеет образовательную лицензию, поэтому все наши курсы являются программами повышения квалификации либо профессиональной переподготовки. Вот, ну и, конечно же, все курсы, в том числе и дизайн с ТИЦОД, он разрабатывался только под требования рынка, то есть мы, ну, возникла проблема, как и во многих компаниях, да, относительно крупных, в которых есть, по крайней мере, свои ТИЦОДы, как минимум, да, возникла потребность в новых сотрудниках, которые будут уметь работать с тем же самым Вейкланом и VPN-ом, с современными архитектурами, топологиями, то, как это все взаимодействует. Вот, из этого и появился данный курс. Вот, поэтому наш курс, ну и другие курсы ВОТУСа также были созданы на основе требований, которые определяются к специалистам различных, различных уровней, да, то есть начиная от уровня джуниор заканчивая до уровня синьор. Далее, немножко об ВОТУСе в цифрах. На данный момент в ВОТУСе числится 654 преподавателя и наставника, через которых прошло, да, уже 16, ну, круглый, 16,5 тысяч студентов, 16,5 тысяч студентов, это, ну, чуть-чуть более 900 групп. Вот, все это, все это большое количество, да, людей прошло через нас за 5 лет и отучилось более чем на 130 программах, которые, более чем на 130 образовательных программах. Вот, ну и, конечно же, ВОТУСа есть партнеры, которые готовы брать наших студентов к себе на работу. На данный момент в базе у нас их числится более 90. Так что здесь, если вы желаете, да, сменить работу с помощью ВОТУСа, то также здесь, ну, это возможно. Мы стараемся всячески в этом помогать и помогаем. Так, давайте вернусь немножко к чату. Так, я понимаю, да, что каждый раз, когда я буду возвращаться к чату, у меня будет вот такая вот происходить штуковина, да, с экраном, но, надеюсь, ничего страшного в этом нету. Давайте чат. Значит, так, Аркадий, инженер по продукту, коммутатор, инженер, работаю в Киптех, провожу тестирование для заказчиков. Ага, супер, интересно. Так, Герман, датабейс администратор. Так, здорово. Сетевой инженер, страховая компания. Угу, хорошо, я понял. Отлично. Отлично, разные люди из разных компаний с разным опытом. Это вообще отлично. Кстати, если для вас уже знакома, да, тема PBR, и, ну, в принципе, какие-то моменты, ну, вы видите, что вы уже знаете, да, то не стесняйтесь, дополняйте, пишите в чат. То есть будем, кстати, пытаться поддерживать некий диалог, понимая, что в чате это, может быть, немножко сложно делать, но давайте попробуем. Поэтому если есть какие-то дополнения, комментарии, да, хотите сказать о своем опыте, как это было у вас, то тоже пишите, вот. Но сразу важное уточнение, что далее я буду рассказывать больше о своем опыте, то есть тот момент, когда я тестировал PBR, когда мы его пробовали внедрять, вот, и пробуем до сих пор в некоторых моментах, экспериментируем на эту тему, вот. Но у всех, опять же, разный опыт, у всех разные немножко потребности в этих технологиях, поэтому могут быть и разные точки зрения на эту технологию. Вот, поэтому тоже не стесняйтесь, пишите. Давайте я, кстати, сделаю, знаете, сейчас чуть иначе. Получится мне так сделать? О, супер, вот так даже, наверное, получше будет. Хотя вас не будет пугать этот экран, который, кажется, появляться, когда я хочу посмотреть чат. Так, хорошо, идем далее. Значит, переступим уже непосредственно к нашей сегодняшней теме, это и PBR. Поговорим мы сегодня, во-первых, да, для чего, зачем он нужен, да, какую задачу, какую проблему он решает. Вот, после этого перейдем уже непосредственно к его настройке, да, настроим самый базовый PBR, это некий последовательный маршрут для трафика. Что это значит, мы тоже сегодня обсудим, разберемся, что это такое. Вот, и плюс мы попробуем с PBR реализовать некую балансировку трафика. Вот, у нас на PBR довольно удобно. Это выглядит со стороны, вот, но есть нюансы, конечно же. Давайте приступим, значит, PBR и начнем с не тех исходных данных, которые у нас есть. Значит, если мы говорим про сети Cod, современные Cod, это в большинстве своем, да, наверное, процента 98, да, если мы говорим про, ну, относительно крупные, да, компании, то это практически всегда топология SpineLeaf, то есть у нас есть уровень Spine, есть уровень Leaf коммутаторов, в котором подключены некие клиенты. Эти клиенты, да, хотят между собой общаться, что в целом логично. Значит, топология SpineLeaf, это в большинстве своем, это клост-топология. Клост-топология построена таким образом, что позволяет нам позволяет нам организовать отказоустойчивую и избыточную сеть для передачи горизонтального трафика, то есть для передачи трафика внутри нашего циода между двумя клиентами. Вот, таким образом, да, SpineLeaf-топология, либо клост-топология, да, очень хорошо и сработает. Плюс она относительно хорошо и удобно работает для неоднородного трафика, то есть тогда, когда мы не знаем, какой точный трафик ее с хостов, то есть, грубо говоря, CTVT отдельно, да, системный администратор отдельно. Вот, таким образом, мы совершенно не знаем, что происходит на хостах, они могут абсолютно разный трафик там кидать, это может быть и TCP, и GP, и какая-то там, телефония, это вообще все, что угодно это может быть, а мы об этом не знаем. Вот, с точки зрения вот такого неоднородного, да, там, неизвестного трафика, клост-топология, она достаточно удобна и хорошо реализует такую передачу. Вот, плюс это, конечно же, высокая доступность сети, то есть у нас большое количество избыточных маршрутов, ну, в данном случае у меня упрощенная схема, конечно же, да, здесь должно быть как минимум два Spine, вот, может быть и больше, там, и четыре, и шесть Spine, то есть достаточно большое количество маршрутов между всеми нашими Leaf-коммутаторами. Вот, плюс такое большое количество маршрутов помогает нам реализовать отказоустойчивость, то есть в случае выхода из строя, там, одного линка между Spine, либо одного Spine, то в целом у нас картина не сильно меняется, у нас есть куча других путей через другие Spine, и все работает отлично. Вот, в таком вот идеальном мире, когда у нас есть, когда у нас есть только сеть, только сеть VT и стены администратора, да и больше ничего нету, все работает великолепно. У нас нету никаких проблем с узкими местами, ну, практически нет, да, понятно, что они все равно где-то могут возникать, но это не так страшно уже, это можно все решить. Вот, но всегда есть, но особенно в последнее время, когда у нас приходят в нашу компанию безопасники, и они такие говорят, а давайте-ка мы поставим в наш сот фейервол, ну, например, фейервол, да, может быть, поставим какой-нибудь прокси-сервер, да, может быть, какой-нибудь, причем, может быть, даже не фейервол, не прокси, это может быть какой-нибудь оптимизатор трафика, какой-нибудь там TCP-оптимизатор, вполне может быть, и что нам делать в этом случае? Особенно, когда нам надо этот весь трафик наш, от одного хоста до другого хоста, теперь мы не можем кидать напрямую, да, вот таким вот образом, мы должны заруливать это все на фейервол, То есть трафик должен пойти вот таким способом, как нарисовано здесь на картинке. Давайте я сейчас нарисую. Рисовалка закрылась. Пострелочка, может быть, не очень очевидна. Сейчас я ее включу. Она у меня прикрылась перед началом. Да, вот она все. Супер. Когда у нас есть трафик, который идет, то есть должен идти теперь до спайна. Со спайна он должен выходить на фейервол. С фейервола он должен падать обратно в наш клоус. И уже после этого он должен идти на хост 2. То есть если раньше мы могли спокойно общаться напрямую, то теперь у нас такой возможности нету, потому что нам пришли там безопасники. Давайте возьмем их как главного злодея наших сетей. И будем все валить на них. То в этом случае у нас возникает проблема, как нам зарулить трафик на фейервол. Кстати, какие варианты вы можете предложить? Напишите, пожалуйста, в чатах, как это можно реализовать. Это самый довольно интересный вопрос. Здесь очень много спорных моментов. И есть разные варианты, как это делать. Напишите в чат, как это делаете вы, например. Это будет отлично. Сеть клоус – это невлокируемая сеть. Нет переподписки. Это и определяет ее скорость. Соглашусь. В идеальной сети клоус, когда у компании есть бюджет, есть возможности, так и должно быть. Но шли нет, не всегда так. Поэтому я здесь сделал уточнение, что все равно могут возникать проблемы. Но в данном случае, как вы можете заметить, кстати, с фейерволом, мы уже немножко нарушаем парадигму клоуса. И у нас, можно сказать, нет как такового горизонтального трафика теперь. Горизонтальный трафик, когда мы взяли и прошли просто из одного места в другое, напрямую, грубо говоря. И все. Теперь у нас есть, грубо говоря, нити. Такой вот трафик, да, вот с таким вот заворотом. И это уже не совсем по-клозовски, да, если так можно сказать. Какие способы? Вот, пока пишите, да, пока отидывайте варианты. Я продолжу. Вот. Кстати, если вариантов нету, то поставьте, пожалуйста, нолик. Да, чтобы я тоже понимал какую-то реакцию. И вообще, кто у нас здесь еще слушает. Вот. Поэтому давайте не будем молчать. Да, если нету идеи, нету вариантов, то ничего страшного. Я в любом случае об этом расскажу. Вот. Но если есть какие-то идеи, то напишите. Так. Так, пока продолжу. Значит, помимо того, что у нас надо решить проблему, как отправить трафик на фейервол, у нас появляется... Что же такое? Появляется еще дополнительная точка отказа. Во-первых, дополнительная точка отказа – это как сам фейервол, который может выйти из строя. И тогда все наши извращения, которыми мы пытались зарулить трафик сюда, они, ну, по сути, бесполезны. Потому что мы сюда трафик, конечно, заруливаем. Но что делать с ним дальше, непонятно. Он здесь начнет дропаться. Вот. Это, конечно, тоже можно решить, но это уже еще большее усложнение. Вот. Плюс это, конечно, ждет уменьшение пропускной сети. Ну, полосы пропускания сети. Потому что фейерволы всегда – это некое узкое место. Потому что крутой фейервол, который способен переваривать через себя дигабиты, там, десятки дигабит трафика – это недешевое удовольствие. Вот. Конечно же, да, компании, которым он нужен, они не экономят на нем. Но, в любом случае, любой фейервол уменьшает общую полосу пропускания вашей сети. Но какого-то значения, да. Причем на это значение может быть там и минус 50% от общей сложности сети. Может быть, и еще больше. Вот. Тут, конечно, идут уже люди на разные ухищения. Там какой-то рафик фильтрует, какой-то не фильтрует. Это все понятно. Но, в любом случае, пропускная способность сетевой инфраструктуры, она падает. Вот. Ну и точки отказа, конечно же, да. Точки отказа. Кстати, тут точка отказа будет не только фейервол. На самом деле, точка отказа здесь появляется еще дополнительное оборудование. Это бордерлифы. Вот. С одной стороны, их вроде как тоже много. Ну, то есть, как минимум, два должно быть. Но это, в любом случае, хуже, чем когда у нас хост 1 мог напрямую общаться с хостом 2. Потому что, как я говорил, спайнов у нас много. Да, их может быть 4, там, 6, может быть, больше. И в случае выхода одного, там, двух спайнов, у нас, как бы, сеть продолжает функционировать через другие спайны, и все хорошо будет работать. Вот. Поэтому бордерлифы здесь, конечно, в меньшей степени подвержены отказу, но тоже могут пострадать. Вот. С фейерволом, конечно, вообще беда. Там, конечно, тоже есть разные ощущения. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Давайте пока вернемся к чату по поводу моего вопроса. Так, термин 0, Александр 0. Так, PBR динамика. Окей. Так, PBR, PBR динамика. То есть, каким-то образом динамически надо заруливать маршруты через бордерлифы на фейервол. Ну, если я правильно понимаю. Если, кстати, раскроете свой ответ, немножко пошире будет, будет лучше. А то я сейчас просто догадываюсь, что вы имели в виду. Так, серти и хосты в разных ВИНа. Им с двумя ногами в обоях. На нем шлюст ли хостов? Ага, вот это, кстати, вариант, ну, уже понятный. Хотя бы, может быть, не самый лучший, но зато понятный, да, вполне можно сделать. Вот, тут возникает другая проблема. Вот, я думаю, в принципе, они... Можно же догадаться, когда у нас не два хоста, а 22 хоста. Ну, 22 хоста тоже вроде мало, да. Давайте 202 хоста. И вот 202 хоста вам надо настроить в ваш фейервол. В каждый в этот ВИНа. То есть, воткнуть... Понаде, с фейервола в каждой ВИНа. Вроде возможно, да, но уже довольно сложно это поддерживать. Потому что на фейерволе, во-первых, возникает огромное количество правил, да, с каждого интерфейса. Нужно прописать правила до каждого интерфейса. Там все это что-то заблокировать, заблокировать. Ну, в общем, есть вопросы. Но возможно, да, хорошие. Принимаются здесь, понятно, хотя бы логика. Так, а вот с PBR-динамикой, Влад, можете немножко подробнее расписать, пожалуйста. Как именно? Ну, прям в двух словах там, как это подразумевается. Потому что понятно, что мы это будем делать динамикой и PBR-ами, но... Как именно? Можно по-разному сделать. Так, вроде я не пропустил, да, больше. Хорошо. Так, пойду пока дальше. Вторая проблема. Да, как раз, как я говорил, что фейервол тоже необходимо дублировать. Потому что один фейервол, конечно же, ненадежный. Поэтому нам надо сделать два фейервола. Как минимум два. Но здесь возникает тоже вопрос. Как нам отправлять трафик на два фейервола? Можно отправлять их, ну, грубо говоря, заставить работать их как Active Standby. И, по сути, да, у нас... Ну, логика не меняется. Здесь все то же самое, что было с одним фейерволом. Как вот здесь. По сути, все то же самое. В случае выхода из строя одного фейервола, то у нас трафик просто перейдет на другой, и дальше так будет работать. Вот. Но в этом случае мы, опять же, страдаем от того, что уменьшаются полоса пропускания. Вот. Потому что один фейервол точно обработает трафика меньше, чем, например, два работающих одновременно. Вот. Это, ну, просто обычная физика. Здесь, если ничего не поделаешь, есть проблемы. Вот. Ну, и точка отказа, она все еще так же остается, потому что фейерволов у нас не безграничное количество. То точка отказа здесь так же будет. В той же степени, может быть, чуть меньше ее будет влияния, но все равно она есть. Так. VXLAN и VPN. Так. Ну, опять же, коллеги, попрошу чуть более подробно, да, расписывать эти варианты. Как именно вы подразумеваете это делать? Не совсем понятно. Ну, то есть можно, понятное дело, но там на фейервол даже можно завести тот же самый VXLAN. Часть с него и VPN анонсирует. Но, кстати, не каждый фейервол это будет поддерживать, во-первых. А во-вторых, у вас могут меняться производители. Там, сегодня вы купили одного, а через год вы купили другого производителя, и он эту же фичу не поддерживает. Мы возвращаемся к тому, что на фейерволе у нас нет VXLAN и VPN, и на него надо как-то зарулить трафик. Ну, вот такой вот момент есть. Так. Пока не вижу ответов, но ладно. Так вот. Ну да, у VXL с этим совсем беда, теперь будет совсем тяжко. Вот, согласен, согласен. Да, VXL, кстати, в этом плане вообще сильно очень устает. От многих вещей у него, к которым мы, можно сказать, привыкли уже по всяким там цискам и тому подобное. Их там действительно нету. Из-за этого немножко грустно становится временами. Вот. Так, хорошо. Ладно, давайте я продолжу. Расскажу про одно из решений. Опять же, это не окончательное решение, это просто одно из решений, как можно решить вот эту проблему с подключением фейервола. Вот, опять же, напомню, что обзорное занятие «Как подключать фейервол» у нас было осенью. Можно найти ссылочку на сайте нашего курса. Там запись на YouTube осталась, можно будет посмотреть потом более подробно. Вот. Давайте тогда поговорим о том, как это сделать на IPBR. Так, все-таки наша основная тема сегодня – это именно IPBR. Так, оказалось. Значит, IPBR. Что это такое? Это Enchanted Policy Based Redirect. По сути, грубо говоря, все, что нам здесь надо, это, как основное слово, да, которое есть в этом IPBR – это PBR. Да, Policy Based Routing, по сути. Потому что в основе IPBR лежит тот же самый IPBR. Вот. Единственное, что его, конечно же, расширили. Он работает теперь поинтереснее. Вот. Но основа у него осталась та же самая. Значит, данная технология, она пропоритарная. Вот. К сожалению, пока что у других производителей я не нашел аналогов. Вот. Единственное, что мне вот говорили, что есть уаристы похожие, но, если честно, я не смог найти прям подобные технологии. Там технология немножко другая. Немножко по-другому она работает, немножко по-другому она выглядит. Вот. Поэтому, кстати, если вы знаете другие технологии, подобные IPBR, то напишите в чат. Вот. Но мне, к сожалению, не получилось их найти. Значит, IPBR – цисковская технология, которая поддерживается только, пока что только на циско-нексус. Причем, начиная с версии 9.3. Да, 9.3 и там, по-моему, с третьей. 9.3.3, либо 9.3. Да, по-моему, 9.3.3 она поддерживается с той версией. И нужна она для того, чтобы создать цепочку прохождения трафика через сетевое устройство. Причем такую цепочку мы, опять же, выстраиваем сами. В данном случае я вот пример тут небольшой привел. У меня есть один клиент, есть второй клиент, и у меня есть несколько, например, два фейервола. И можно заставить весь трафик нашего клиента ходить вот таким вот образом. То есть зайдет на фейервол раз, зайдет на фейервол два, и потом пройдет уже клиенту два. Вот. Можно трафик выделить по приложениям. То есть, например, приложение один. Оно пойдет прямо на фейервол, на второй фейервол, потом вот на прокси-сервер. Потом куда-то еще оно зайдет, и только после этого идет на клиент. Два. Может быть, какое-нибудь приложение два с этого же самого клиента, которое пойдет только на прокси. Да, вот как в данном случае я показал. Да, то есть вот таким образом можно регулировать, куда именно пойдут приложения. Вот. Можем сделать вообще так, чтобы приложения шли в обход наших фейерволов просто напрямую. Ну, и как по последнему вот этому варианту. То есть FPR позволяет нам таким образом в рамках одного устройства, да, это все-таки один бордерлиф, который стоит на границе, регулировать, куда будет идти трафик от одного клиента, ну, и даже не только одного клиента, а от одного приложения на этом клиенте. Вот. На самом деле довольно интересное решение с точки зрения его логики. Вот. Выглядит это, ну, в общем случае, опять же, следующим образом. У нас есть наши хосты, хост 1 и хост 2, которые хотят между собой общаться. Вот. Но между собой напрямую они общаться не могут, да, через спайны, вот таким вот образом, потому что у нас все безопасно и такой трафик запрещен. Поэтому, что мы должны сделать? Что мы можем сделать, да, давайте вот в этом случае. Мы не должны здесь, а можем сделать. Да, мы можем разделить эти хосты и запихнуть их, например, в разные врэфы. И для каждого врэфа мы просто пропишем дефолтный маршрут в сторону нашего фаервола. Да, и они как бы пойдут вот на один фаервол, может быть, на несколько фаерволов пойдут. С точки зрения хостов и лиф-коммутаторов и даже спайн-коммутаторов это все не важно, потому что фаерволы доступны за нашими бордер-лифами. То есть с точки зрения спайнов, лифов и хостов мы всегда идем в одну и ту же сторону. Поэтому здесь можно прописать просто дефолт. Вот опять же, очень такая обобщенная схема, да, на всякий случай, там, предотвечая на ваши вопросы. Да, это очень обобщенно. Понятно, что в работе там бывают некие исключения, но пока вот такой вот простой вариант возьмем. Вот далее. Как только такой трафик, грубо говоря, по дефолту попадает на бордер-лифы, то на бордер-лифах мы уже используем IPBR. И IPBR позволяет нам распределять трафик по разным фаерволам. Причем распределять трафик не только, который запросы, да, идут, то есть, давайте я возьму другой цвет, а то тут у меня немножко сливается, а не только, который идет на фаерволы, да, потому что в таком случае довольно просто заставить все работать. Но, что очень важно, IPBR позволяет нам поддерживать симметричную маршруту, симметричную маршрутизацию. То есть, трафик, который пойдет в ответ от хаста 2, ну, если бы мы не рассмотрели IPBR, да, он мог бы пойти через второй фаервол и пошел бы вот так. В этом случае мы получили бы некую асимметрию, а фаерволы, как я уверен, что многие знают, ее не очень-то любят, потому что асимметричный маршрут довольно сложно проверять. Вот, плюс, когда на фаервол приходит некий ответ без запроса, то фаервол считает, что на него идет, ну, не на него, а вообще на сеть идет некая атака, и такой трафик будет просто блокироваться. То есть, запрос пройдет нормально, потому что это запрос, а вот ответ, если он пойдет на другой фаервол, тебе этой сессии нету, то такой ответ будет дропаться. Поэтому, так как фаервол у нас Stateful, да, Stateful инспекция у них всегда включена и должна быть включена по-хорошему, то всегда трафик в рамках одной сессии, то есть и запросы, и ответы в рамках одной сессии должны всегда идти через один и тот же фаервол. Вот, и IPBR позволяет нам это реализовать. То есть, запрос идет через один фаервол, уходит на border leave 2, после этого приходит на хост, и с этого хоста ответ может идти совершенно другим путем. Да, он пойдет на leave, он пойдет на spine, и с этого spine трафик пошел на border leave 1. То есть, видите, у нас вот здесь уже пошло расхождение, да, то есть запрос пошел через один border leave, а ответ вернулся через другой. Но IPBR позволяет нам здесь решить этот вопрос следующим образом, что трафик с этого border leave тоже пойдет на этот же фаервол. Да, то есть трафик не пойдет вот так вот, он пойдет именно сюда. Это все можно спокойно регулировать с помощью политики IPBR. Вот, поэтому у нас нету здесь риска возникновения асимметричного трафика. Вот, потому что все border leave будут совершенно одинаково направлять трафик вне зависимости от его направления. То есть, что это запрос, то это ответ, который идет в другую сторону. То есть, там будет один и тот же фаервол участвовать в этом, в этих отношениях. Вот, ну и, конечно же, да, IPBR это все-таки некая статическая конфигурация, поэтому у нас здесь довольно большой выбор настроек. Мы можем выделять разные приложения, по-разному их настраивать, делать им разные цепочки этого трафика и так далее. Вот, единственное, даже два недостатка на самом деле. Я здесь выписал один. Первый – это то, что это действительно статическая конфигурация, и она неудобна уже изначально, что она статическая, потому что статика – это всегда приводит к ошибкам. Да, будем честны, все, что делает человек – это всегда к ошибке. Вот, людям вообще нельзя лезть, на самом деле, в сети руками, когда они уже работают, потому что человек очень любит ошибаться. И это всегда приводит к каким-то проблемам. Вот, поэтому это недостаток. Вот, хозяин, ну, с другой стороны, это, конечно же, и плюс, что у нас довольно большие возможности для изменения конфигурации и делать их такими, какие нам нужны. Вот, второй минус. У IPBR, на самом деле, ну, для многих он будет не очень существенный, но он есть. Для IPBR требуется место в такам памяти. То есть для работы IPBR, корректный, необходим такам, и необходимо будет его размечать, потому что для IPBR изначально нет размеченных областей, и надо будет его разметить. Вот такой вот есть нюанс. Вот, подробнее о его разметке я оставлю ссылочку, да, потом в описании, там, к занятию. Будет ссылочка на все материалы, которые я пользовался для данного занятия. Да, там же можно будет почитать больше немножко теоретического вещей. Вот, это одна из ссылочек на статью, которую мы писали в рамках этого курса. Да, я, в принципе, сегодняшнее занятие я взял на основе его уже. Можно почитать на русском. Вот, если нужны прям первые источники, то я также приложу ссылочки на официальную документацию о CISP. Тут есть два хороших документа, которые описывают, как работает IPBR уже на английском с некоторыми более детальными примерами. Вот, ну и, конечно же, больше там теоретического материала тоже будет. Можно будет ознакомиться. Вот, такие вот нюансы. Может быть, появились вопросы, пока я рассказывал. Может быть, есть какие-то комментарии и дополнения. Пока открою чатик. Вот, если вопросов, комментариев нету, то напишите, пожалуйста, в чат, либо поставьте какую-нибудь реакцию. Да, там, поставьте пальчик вверх, если вопросов нету. Вот, если есть вопросы, то обязательно напишите. Давайте подожду прям минутку. Возможно, кто-то пишет большой вопрос. Так, пока нет вопросов. Хорошо. Так, к сожалению, пока я рассказывал, время жизни моих Nexus'ов закончилось, сессии. Поэтому давайте я сейчас к ним переподключусь. К сожалению, для этого мне нужно будет свернуть демонстрацию, поэтому напишите. Сейчас я пока к ним заново подключусь. Так. Момент. Первый. Первый. Так, я ко второму тоже подключусь и верну демонстрацию экрана. Так. Так, отлично. Вернул к ним подключение, поэтому возвращаю демонстрацию. Так, весь экран. Так, все вернулось. Возвращаю чатик. Так, супер. Вопросов не появилось. Тогда предлагаю перейти уже непосредственно к практической, да, которую мы сегодня будем пробовать реализовать. У меня подготовлена вот такая вот логическая схема. Попробуем все это сделать на ней. У меня есть два клиента. Клиент 1, клиент 2. Вот такие вот у них сеточки, да, чтобы было легко, легко между собой разделять. То у клиентов в сети всегда было 192-168. И есть, ну, а-ля фейерволы, да. Понятное дело, что это не фейерволы, это те же самые Nexus'ы. Вот просто обозначим как фейерволы, для примера. Вот, у них сетка будет 10.0 и 10.2.0. Вот, и будет один Nexus, который выполняет роль EPBR. Вот, к сожалению, да, сразу некий момент. Так как, как я сказал ранее, да, для EPBR необходим такам, то EPBR работает только на железных Nexus'ах. Поэтому в виртуальной среде есть ограничения, его не получится реализовать. Вот, поэтому сегодня стандартный мой стенд с виртуальными Nexus'ами не прошел. Тема, иначе мы там не смогли вообще ничего попробовать. Поэтому мне пришлось завести два других Nexus'а физических, в которых у нас сегодня это должно все заработать, по крайней мере. Перед началом я там проверял, оно все работало. Вот, к сожалению, у меня их только два. Поэтому у меня есть один Nexus, который будет выполнять роль EPBR, то есть нашего, ну, грубо говоря, border leaf'а, да, на котором все это реализовывается, вот этот вот посерединке. И есть второй Nexus, который будет выполнять роль и клиентов, и firewall'ов. Клиенты, у которых прописан дефолт, да, как это, ну, как я и говорил, да, у нас клиенты, ну, грубо говоря, должны получать дефолт и больше ничего. Вот, есть firewall'ы. Здесь я не стал сильно мудрить с маршрутизацией, да, firewall'ы тоже видят только дефолт и больше ничего. Понятно, что в нормальной сети они будут видеть и больше маршрутов, и они могут быть подключены разными интерфейсами, да, то есть здесь может быть, там, один интерфейс смотрит в один VRF, здесь интерфейс смотрит в другой VRF и так далее. Я, опять же, использую для упрощения по одному интерфейсу, поэтому здесь просто тоже прописан дефолт. Вот, ну, если мы проверим, как это работает, так, ping, так, 190, 20, 168, 10, 10, VRF, какой из клиента одного, да, работает, я, по-моему, сам себя пропинговал, да, надо был 11. Вот, соседний клиент работает, firewall'ы также у меня доступны, ну, условно, да, firewall'ы. 10, 0, 0, 11, VRF, также из клиента одного, первого, 11, я помню. Сейчас, момент, там не 11, там у меня галлорис. В1, а, не 11, я чего. Так, отвечает. Это поворот. Это поворот должно было отвечать. И что, не работает. Так. Здесь все есть, здесь все есть. Интересно. Так, момент. Почему? Попали маршруты. Давайте их вернем тогда по-быстрому сейчас. Я ошибочно, да, случайно задал, хотел задать, а что мне не нравится. pv1. А, понятно, да, логично, я перепутал адреса. Перепутал адреса. Ну, сейчас мы это быстро поправим, это, в принципе, не так страшно. Давайте мы проверим. Тем, я, наверное, перед началом, да, я чуть-чуть ошибся. Понятно. Момент. Сейчас мы все изменим. 48.12, зато немножко по траплошютили, да, понялись. Проблема, я здесь случайно не тот врэф назначил. А сюда, в fmember, туда 2. Это нужно переназначить на нем айпишник. Вот, ну и, скорее всего, я во втором тоже ошибся. Я, скорее всего, местами перепутал. А, 48.10. Да, да, немножко ошибся я местами. Сейчас поменяем. Причем с айпишником-то все верно было. Вот так. И все должно быть хорошо. Да, вот у нас теперь все опингуется. И второй, наш firewall, да, все работает. И все корректно. Так, чатик проверим. Так, PBR, вы озвучили дефолт для всех, а конкретный префикс PBR на FBP с динамикой с PGP можно помудрить как предположение. Так, еще раз. PBR, вы озвучили дефолт для всех, а конкретный префикс PBR. Да, да, абсолютно верно. То есть, как я вот говорил здесь, вот у нас для каждого клиента, то есть мы посмотрим таблицу муштизации каждого клиента, то у нас здесь просто в сторону firewall идет дефолт. В общем-то, это совершенно логично, да, мы не усложняем таблицу муштизации там разными спецификами и так далее. Плюс это, опять же, будет отжирать токам, потому что каждый префикс вам в токам записывается. Вот, поэтому тут мы, конечно, оптимизируем. Если нам нужны какие-то обходные пути, да, то есть в обход firewall, то, да, конечно, здесь потребуется уже специфики, тут можно PGP уже мудрить как угодно. Вот. На самом firewall, ну, сам firewall, конечно, скорее всего, будет знать таблицу муштизации, потому что у него там будут разные варианты, куда отправить трафик. Все-таки firewall такое некое пограничное устройство. Вот. Но в моем случае, опять же, для упрощения, да, я использую там тоже дефолт, потому что у меня других сетей нету. Чтобы не усложнять таблицу муштизации, нам было проще. Ну, да, абсолютно верно. PGP плюс IPBR можно спокойно будет поработать, помудрить с ними. Вот. Так, хорошо. Давайте мы, перед тем, как начнем, я сделаю команду tracer. Tracer. Вы видели, как у нас сейчас ходит трафик. Я его сделаю до другого клиента, да, потому что мы будем пройти между клиентами. С 120, 68, 10. Вот. Как видите, у нас все уходит на шлюз по умолчанию. Да, вот он наш шлюз. Шлюз по умолчанию 10.1. То есть на другой IPBR, вот он, IPBR, этот мой. И потом возвращается обратно, да, но уже в другой VRAF. Вот. А тем образом у нас все идет, как по схеме, да, через IPBR вот так вот все это проходит. Давайте настроим наш IPBR и попробуем этот трафик зарулить на firewall. Вот. В нашем случае, понятное дело, что можно просто взять и прописать маршрут статический, что сеть нашего клиента, да, 120, 68, 11, находится за firewall. То есть, грубо говоря, вот так вот зарулить трафик через FVM1. Вот. Но, кстати, в нашем случае это все-таки не прокатит, потому что вот эта сетка, она доступна как Dartly Connect сеть. Вот. Поэтому у нас наш статический маршрут здесь не заработает. Ну, да ладно. Если бы у нас был внедаритель Connect сеть, то это заработало бы, и проблема как бы решилась. Но, к сожалению, это работает чуть сложнее. Поэтому мы можем, точнее, мы как раз сейчас реализуем наш IPBR. Для того, чтобы включить IPBR, вообще он заработал, нам необходимо включить фичу и IPBR. Фича IPBR. Но дополнительно к фиче IPBR нам потребуется включить фичу и просто IPBR. Вот. Потому что они работают вместе. Вместе, хотя вот здесь он не пишет о том, что она нужна. Но, когда я включаю IPBR, он не пишет об этом, но на самом деле он потом ее потребует. Вот. Потому что без нее это сшление не заработает. Так, часть я не пропустил. Хорошо. Далее. Что нам требуется настроить? Нам требуется для IPBR указать некий сервис-энд-поинт. То есть сервис, куда мы должны перенаправлять трафик. То есть мы должны описать firewall1 и firewall2. Давайте для начала опишем firewall1. Попробуем с одним, потом добавим второй. Сначала fv1. Делается это следующим образом. Команда IPBR. Здесь, если мы выберем, здесь есть policy, service, session. Сейчас нас интересует сервис. Мы описываем некий сервис. Надо дать ему некое имя. Имя предлагаю, опять же, чтобы не путаться, дать ему по нашему fv1. Надо, как мы описываем, сервис fv1. В рамках этого fv1 мы можем описать некие пробы для того, чтобы проверять наш сервис. Service endpoint, service interface и еще паши команд для просмотра, для работы в рефе. Ну и так далее. Выйти из интерфейса, смотреть демо и так далее. Мы описываем сервис endpoint. То есть описываем наш сервис. И можем описать его в IPv4, либо в IPv6. Мы работаем в IPv4, поэтому описываем IPv4. У нас это адрес 10.0.0.11. После этого мы можем указать интерфейс, через который он будет доступен. Это требуется для того, чтобы у вас правильно и корректно работали пробы. На точность, какой именно интерфейс вы будете делать проверки. Вот иначе. Ну, например, если вы проверки делать на каком-то лупбэк интерфейсе. Ну, здесь в данном случае, на ней лупбэк интерфейс Ethernet сюда, то... Кстати, лупбэк тоже можно сюда добавить. Ну, почему-то у меня он здесь недоступен, но лупбэк, я знаю, тоже можно использовать для проверок. Вот. Ну, ладно. Либо можно оставить прям как есть. Не указывать никакой интерфейс. Да, он автоматически подберет ближайший интерфейс по таблице моштизации. Вот. Ну, давайте мы все-таки... Вчем интерфейс. Ethernet 1, 48, 10. И, как видите, кстати, у меня изменилось немножко приглашение. Да, то есть у меня до этого было PBR CVC, то есть Service Inpoint. А теперь у меня появилось приглашение Forward Service. Что у нас здесь есть? Здесь у нас есть, опять же, те же самые пробы. То есть, что мы можем настроить для того, чтобы мониторить этот сервис Inpoint. И еще появилась такая команда Reverse. Команда Reverse позволяет нам как раз настроить, ну, грубо говоря, обратный трафик. То есть, когда от клиента идет трафик, он идет, ну, первый. Это запрос в одну сторону. Это как раз то, что мы сейчас настроили. То есть мы настроили сервис Inpoint, и он будет идти по этому сервису Inpoint прямо вот сюда вот. Таким образом он пройдет как-то там и так далее. Но дальше от клиента 2 у нас пойдет, ну, какой-то ответ. И вот ответ на самом деле уже не попадает в наш сервис Inpoint, в нашу политику. По умолчанию, да, если мы ее не настроили. Он может пойти уже на другой Firewall, и в итоге это не будет работать, потому что Firewall заблатирует. Когда мы вводим Reverse, то мы можем описать, что на этот же Firewall должен возвращаться и обратный трафик в рамках вот этой сессии, да, которую мы здесь указали. Таким образом у нас трафик будет работать симметрично, и у Firewall проблем с этим не будет. Вот, поэтому давайте укажем Reverse. Здесь мы также указываем IP, либо интерфейс. Ну, я рекомендую сейчас указывать IPшники, интерфейсы больше под Point-to-Point линки. Вот, как мы работаем все-таки в шоколичательных сетях, даже когда используем там 31-е маски и указываем, что интерфейс Point-to-Point, лучше всегда указывать IPшник, это, ну, более явно все происходит. Так, здесь мы указываем тот же самый IP и интерфейс. Вот, опять же, интерфейс можно не указывать, но я фанат того, чтобы все было указано явно, поэтому укажу интерфейс. Так, и, как видите, теперь я провалился еще в одну менюшку. Теперь я провалился не просто forward, да, теперь провелся reverse service endpoint, и здесь у меня есть, по сути, одна команда, это настроить пробы. Вот, пробы для того, чтобы проверять, что этот endpoint работает. Кстати, по поводу проб, мы сейчас их настраивать не будем, это немножко глубже уходит с проверками и так далее, но если, грубо говоря, то пробы, хотя я не буду настраивать, просто покажу по синтезису, это, по сути, наш IP SLA, да, который есть в настройках CISC, технологии IP SLA, вот так же можно настроить через HCMP, HTTP, DNS-запрос, UDP-запрос, TCP-запрос и так далее, и повесить некие track ID для управления этими пробами. Пробу можно повесить как на reverse, так и на forward traffic. Сейчас мы настраивать это не будем, немножко по времени не укладываемся в этот момент, вот, но у нас сейчас ничего не должно ломаться, поэтому нам и так будет достаточно. Так, давайте выйдем отсюда и посмотрим, как это теперь выглядит в конфигурации. В конфигурации наш сервис выглядит таким вот образом, то есть сервис FV1, в нем описан сервис endpoint для forward traffic, то есть запросов, и описан endpoint для reverse traffic. Вот, в моем случае это один и тот же IP, вот, однако, если у вас firewall подключен двумя интерфейсами, то для запросов у вас будет указан один интерфейс, да, а для ответов может быть указан другой интерфейс, здесь разницы никакой. Ну, то есть здесь все будет работать. Вот, но есть одно но, одно но, о котором мы поговорим чуть дальше, да, но пока запомнили, что есть но. Не будем сейчас, не буду сейчас напрягать им, но к нему вернемся. Так, мы описали наш сервис endpoint. Далее нам необходимо теперь описать непосредственно наш трафик, то есть трафик клиента. Описывается он довольно примитивно. Немножко обидно, но тут ничего не поделаешь. Описывается он через обычный access list. IP access list. Давайте мы так и назовем его клиент 1. И здесь мы указываем, какой трафик мы разрешаем, то есть попадет в нашу политику. Permit, давайте будем ударить, ACMP. Здесь мы можем указать адрес источника. Можем прям конкретно для конкретного клиента указать. И именно он пойдет. Можем указать любой, можем адрес группу, ну, то есть любые параметры. Вот, кстати, да, если мы указываем не ACMP, а, например, TCP, то мы также можем указать эти линии. А еще и порты, да, по портам мы также можем вычислять. Вот как раз за счет того, что у нас есть порты, ну, за счет того, что у нас есть access list, в котором можем указать порты источника, порты назначения, можем указать диапазоны портов и так далее, у нас появляется возможность выделять не... Ну, клиента не только по IP, а еще и по некому приложению. Понятно, что это достаточно грубое деление идет, но это все равно лучше, чем просто по IP-адресам. Вот, потому что по IP-адресам можно выделять было бы обычным BGP протоколом. Если замудрить с ним сильно, то можно. Вот, здесь же у нас больше дибкости за счет использования портов, причем как для TCP, так и для UDP. Давайте я сделаю ACMP. 192, 168, 10, 10, и до хоста, 192, 168, 11, 10. Ну, как видите, здесь можно также указать это для ACMP, но как в обычном access-листе, да, здесь ничего, никакой разницы нету. Все, что можно указать в access-листе, то и будет работать в APBR. Например, вот, применяем, выходим. Таким образом мы описали наш трафик от клиента 1 до клиента 2. Далее. Далее нам необходимо теперь объединить наш сервис endpoint, на котором мы создали ранее, с клиентским трафиком. Делается это в APBR policy. Полиси и называем ее как-нибудь. Клиент 1. Давайте так и назовем ACMP. Не будем мудрить с названиями. Что мы здесь можем сделать? Здесь мы можем включить статистику работы нашего полиси. Важный момент. Включение статистики при большой нагрузке на железо довольно сильно нагружает это железо. Поэтому статистику я сейчас включу, но в просьбе ее не рекомендуют использовать. Вот, потому что это увеличение нагрузки на оборудование, что ведет иногда к деградации трафика. Поэтому она нужна только для отладки какой-то конфигурации. Вот, как только вы все отладили, статистика, в принципе, здесь вам будет только мешать. В том плане, что она действительно довольно сильно напрягает оборудование. Вот, возможно, это было у нас, когда мы тестировали, это был какой-то баг. Возможно, в будущих версиях поправится. Но вот на том оборудовании, которое мы тестировали, оно довольно сильно напрягало. И при отключении статистики нагрузка на CPU довольно сильно уменьшалась. Сейчас включим, да, чтобы просто посмотреть, что у нас происходит. И дальше это match. Match, то есть мы привязываем как раз сюда наш access list. Access list, который я создал ранее. Вот, я назвал клиент 1, так, пишу. Клиент 1. Так, об этом мы далее поговорим. Дальше. Как только мы задали access list, теперь мы заходим внутрь этой политики. И синтаксис этой политики, на самом деле, очень похож на тот же самый access list. Да, то есть внутри мы создали какую-то политику. И в рамках этой политики мы можем говорить, что мы делаем вот с этим клиентом. Даже не access list, наверное, больше на синтаксис PBR, да, похож. То есть мы задали какую-то политику, да, в которой что-то будем делать. И теперь мы говорим, а что именно мы будем делать с этим клиентом. Вот. И здесь мы можем делать следующее. Нам необходимо указать sequence number нашего действия, ну, либо нашего сервиса в цепочке. Потому что, как я говорил, PBR изначально нужен для создания цепочек трафика. Поэтому мы должны указать номер нашего сервиса в этой цепочке. Вот. Мне очень нравится использовать номера с шагом в 10. Да, это позволяет нам дополнять правила в дальнейшем между ними. Поэтому десятое правило. И здесь мы можем установить set, service. Указать наш сервис. Сервис у меня пока только один. Это FV. FV1. После этого можно указать fail action. То есть что делать в случае, если FV1 недоступен. О недоступности FV1 мы узнаем из проб. Проба мы сейчас не настраивали. Да, но давайте я просто покажу, что здесь можно делать. У нас есть три основных действия. Ну, дроп, все, я думаю, понятно. Вот. Здесь все логично. Forward. Если у нас наш сервис недоступен, то мы пускаем наш трафик. По стандартной таблице муштизации. То есть недоступен сервис. Значит, у нас в принципе не работает что-то. Но клиенты не должны этого заметить. Поэтому мы просто отправляем трафик далее. Вот. И bypass. Это значит, что если через эту цепочку у нас какая-то проблема случилась, то мы просто отправляем трафик к следующему устройству в нашу цепочку. Например, там 20 будет FV2. Вот. Таким вот образом мы можем регулировать. То есть здесь мы больше ничего сдать не сможем. Ну и forward, соответственно. У нас нету проб, поэтому fail action мы не используем. Применяем. Можем дальше ставить 20. Тут указать какой-то сервис. Set service и так далее. Цепочка на самом деле может быть достаточно большой. Каких-то явных ограничений документации производителя я не нашел. Вот. Но чисто логически подумать, там, больше одного-двух устройств на самом деле довольно редко требуется в такую цепочку заводить. То есть у вас не очень специфичный трафик, конечно же. Вот. Но тут у всех свои уже потребности. В принципе, все. Да. Мы еще поговорим потом про load balance. Вот. Но, в принципе, на этом все. Уходим отсюда. В полюсе мы настроить больше ничего не можем. И что у нас происходит сейчас в конфигурации. У нас появился сервис, подписанный сервис, которым мы видели уже, и появилась некая политика, которая описывает с клиента 1 и действует для этого клиента 1. Классно. Мы объединили сервис нашим типом трафика. Теперь надо все это повесить на наши интерфейсы. Поэтому идем на интерфейс. Клиентский. 1.48. Я забыл номер интерфейса. Интерфейс 48.2001. И здесь у нас есть команда IPPR, IP, Policy. И указываем нашу политику. Line.tcmp. Вот. Здесь есть дополнительное слово reverse. Но здесь оно нам не требуется, потому что здесь у нас будут запросы. Вешаем нашу политику. Она, на самом деле, вешаться может достаточно долго. Чем она дольше, тем дольше она будет вешаться. Все дело в том, что в момент применения политики, да, у нас идет небольшое перестроение такама. То есть в такам коммутатор пытается запихнуть то, что мы описали в политике. Вот. Так как сейчас у меня такам здесь не размечен, поэтому все произошло достаточно быстро. Он просто ничего не записал. Вот. Я очень надеюсь, что оно заработает и без размеченного такама. Вот. На железе. Вот. Он как-то это сможет обработать. Мы сможем проверить. Но посмотрим, что у нас получится из этого. Так, и что нам нужно сделать? У нас будет ответный трафик от клиента 2. То есть мы же не просто так описали reverse. То есть сейчас у нас должно уже работать вот таким вот образом все, но reverse у нас пока непонятно, куда он пойдет. Поэтому давайте укажем reverse. Так. Reverse мы просто вешаем на соседний интерфейс. Здесь указано слово reverse. И будет обратный трафик. Так, и давайте попробуем сделать trace. Похоже, он без такама не хочет работать. К сожалению. Похоже, нам придется все-таки немножко разметить такам. Точно дело, что он сможет обработать. Он, похоже, не смог. Либо. Так, клиент. Я сделаю клиента одного. А как у меня сейчас в политике описано, я проверю. Хорошо. Я же с 10. То есть 10 к 11. А trace в Cisco, он же не через ACMP, правильно? Можете напомнить, пожалуйста, коллеги, кто помнит? По-моему, trace идет не через ACMP, а, по-моему, вот здесь через UDP идет, да? Да, да, точно, я ошибся, потому что trace road в Cisco идет через UDP. Это можно смотреть по пингу. Видите, по пингу у меня, ну, тотель достаточно маленький, 251. Если я сейчас могу листонуть назад. Да, вот видите, здесь тотель был 253. То есть, тотель у меня уменьшился, значит, я прошел больше хопов, чем было до этого. Давайте я изменю немножко политику. Зайдем в IP-Access. Лист клиент 1. И добавлю сюда 20-е правило. Permit. UDP. И все, с вами укажу то же самое. С одного клиента до другого клиента. Вот, единственный момент. Это не заработает. Просто так поменяв конфигурацию в Access-листе, это не заработает. Как я сказал, в момент применения BR на интерфейс, только в этот момент он записывает информацию в TACAM. Ну, в моем случае, я не знаю, что я записал, потому что у меня нету неразмеченных TACAM. Вот, но, скорее всего, он просто какой-то раздел там в памяти, может быть, взял там через процессор сейчас обрабатывает. Вот, поэтому оно не сработало. Чтобы оно сработало, мне нужно обновить эту информацию. Делается это, если вы меняете Access-лист, то сделать это можно. EPBR. Session. Access-лист. Сказываем название Access-листа, потому что Access-листов у нас может быть много, поэтому необходимо указать, какой именно Access-лист мы хотим обновить. И после этого сделать EPBR. Session. Access-лист. Client1. Refresh. И он перезапишет информацию только для этого Access-листа. В этот момент, пока он перезаписывает эту информацию, трафик, который попадает в этот Access-лист, то есть если бы у меня был здесь активный трафик, он бы остановился, потому что у меня не было маршрутной информации в местах. Так, UDP. А, спасибо, Влад. Рапорт. Рапорт я вообще забыл. Ладно. Вот. И, как видите, теперь... Да, не договорил. Он перезаписывает информацию из этого Access-листа, поэтому трафик здесь падает. И здесь будет некий простой. Поэтому, если вы делаете это в проде, необходимо будет выбирать время, когда у вас минимальный трафик. Ну, думаю, здесь все логично. Вот. Как видите, я применил новый Access-лист, и теперь мой трафик входит через FV1. Вот он, адрес FV1. Давайте я это покажу на всякий случай. ShowIP-интерфейс-brief. VRF-FV1. Вот он, мой IP-шник FV1. То есть мы зарулили трафик на FV1, и все это пошло. Причем, как видите, мы таблицу Муштяз абсолютно не трогали. Мы делали это только через IPPR. Далее. Давайте усложним схему и попробуем трафик от клиента 1 пустить еще и через FV2. То есть мы попробуем сделать вот такую вот цепочку и посмотрим, как это будет работать. Для этого нам потребуется описать новый сервис. IPPR сервис пишем FV2. Момент. Единственное, что я сейчас делаю. Я просто скопирую отсюда все. Здесь поменяю просто IP-шник, потому что все остальное у меня остается то же самое. Интерфейс другой, вам проще переписать. Интерфейс у меня там 11. Забыл. А, 12, 11. Реверс все то же самое. И сервис готов. Да, то есть теперь у меня в конфиде тек и PPR. Много, много, слишком много. Так, много, потому что таксеслисты еще попали. Сейчас мы об этих трех сестрах поговорим, что создается. Вот мой второй сервис. Однако, если я сейчас пойду и в IPPR полисе в этот матч для первого клиента возьму и добавлю set сервис FV1 FV2 точнее. У меня ругнется на то, что эта политика уже ассоциирована с некими интерфейсами, поэтому сначала пожалуйста там все отключите и попробуйте все сначала сделать. То есть оно не сработает. Устройство мне просто не даст применить конфигурацию. То есть если мы посмотрим сейчас конфигурацию нашего PPR, то мы увидим, что сюда ничего не применилось. Вот. То есть мне циска говорит, что пойди теперь на все интерфейсы. То есть conf, t, интерфейс, E48, 2001, новый PPR, полиси и так далее. А таких интерфейсов, в моем случае сейчас два, это просто. Да, там два интерфейса пройти, ничего сложного нет. Но если у меня, например, клиентов таких куча, и они на разных интерфейсах, там не два, три, а там 10-20 интерфейсов, то, как вы понимаете, одна и та же политика может быть привязана много-много куда. Это, ну, проблема на самом деле. Поэтому, что есть в циске, это на самом деле большой плюс. Как раз в девятой версии, что они сделали, они добавили возможность делать коммиты. Вот. Ну, кто знаком с Juniper, для них это вообще, конечно, не новость, это прям классная вещь. Но циска этого не делала раньше, да, и из-за этого возникали у многих проблемы, конечно же, коммиты очень полезная вещь. Вот. Так вот. Для того, чтобы внести конфигурацию в полиси, не только в полиси, на самом деле, много куда еще, ну, в том, имею в виду в IPBR, есть такая вещь, как IPBR session. То есть для этого мы им пользовались, для того, чтобы найти аксесс-листы, но можно сделать вот так. Мы заходим сюда, и нам, мы попадаем в сессию IPBR. Что мы можем здесь делать? Мы можем создать здесь IPBR сервис, а можем создать здесь IPBR полиси. Полиси, причем взять и отредотировать даже нашу полиси client1.acmp. Здесь мы настраиваем, как обычную политику, да, то есть все то же самое, что мы делали в глобальной конфигурации, только теперь мы это делаем в рамках вот этой сессии. Добавляем в сет сервис pv2. Сейчас у меня конфигурация выглядит вот таким вот образом. Мои сервисы, моя политика, и отдельно висит эта сессия. Она в конфигурации висит просто как конфигурация. Она еще никуда не применена. Вот. В ней находится как раз мой вот этот двадцатый сервис, на который надо применить вот эту политику. Но сейчас это просто конфигурация, которая здесь висит. Выходим отсюда. Выходим отсюда. И что мы здесь можем сделать? У нас есть слово здесь волшебный commit. Вводим это волшебное слово. Водор задумывается. Вот. Сразу скажу, что в этот момент у нас перезаписывается такам, а значит у нас в этот момент пропадает трафик до клиентов. Поэтому этот момент надо учесть. Вот. Но, как видите, на самом деле это происходит достаточно быстро, даже с учетом простоя. Это все равно происходит быстрее, чем если бы вы заходили на интерфейсы и применяли бы каждую конфигурацию руками. А теперь посмотрим, как выглядит моя конфигурация. И, как видите, у меня вот мои сервисы в полисе. И в этот полисе добавился мой второй сервис. То есть мне не потребовалось снимать мою политику с интерфейсов. Очень удобно. Вот. Почему Cisco не делал это изначально? Это, конечно, на их усмотрение. Но вот эти вот коммиты это просто божественные. В Cisco этого не хватало просто, ну, всегда, наверное. Теперь это есть в данном случае хотя бы для IPVR. Вот. В десятой версии, да, в 10.1. 10.2.1 у Cisco коммиты появились для NetConf. То есть если вы работаете с Cisco через NetConf, через eHappi, то там появились коммиты. Можно пользоваться коммитами не только для IPVR, но еще и для обычной конфигурации. Это тоже очень удобно. Рекомендую этим пользоваться, но и поизучать этот вопрос. Так, хорошо, мы создали политику. Давайте проверим теперь клиент, как он работает. И, как видите, у меня прям сильно выполнился мой маршрут. Да, теперь мы идем на FV1, идем обратно на PBR. Ну, середина, вот, съемку, выведу. Было. Видно. Так, так сделаю. Вот он мой шлюз, идем на PBR, потом идем на FV1, после этого мы возвращаемся обратно на PBR, потом 10.2.11, потом обратно сюда, и уже идем к клиенту. Причем, как видите, клиентский трафик, он к нам возвращается, мы видим ответы, значит, клиент идет, точнее, клиент, а ответ на наш запрос, он идет по точно такому же маршруту, то есть, вот так вот и попадает нам обратно с нашего клиента 2. Таким вот образом можно делать цепочки трафика. Вот, это работает отлично. Есть ли какие-то вопросы на данный момент из того, что мы посмотрели? Вот, если вопросов нету, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, либо реакцию. Так, вижу плюсики. Хорошо, если появятся вопросы, тогда вернемся к ним чуть позже. Давайте пойдем далее. Немножко выбиваемся из времени, но я думаю не страшно, мне кажется, тема довольно интересная. Значит, поговорим про некую балансировку, потому что цепочка, это, конечно, классно, когда мы можем вот так делать, но иногда нам хочется делать это, часть трафика сюда, часть трафика отправлять сюда, и чтобы все это работало одновременно. тут появляются нити, особенности. С точки зрения конфигурации это выглядит все на самом деле несложно. режим конфигурации для того, чтобы нам описать сервис, который будет балансировать наш трафик. Далее я буду делать все конфигурации через session, чтобы нам просто не снимать политику с интерфейса, чтобы ее не убивать. Теперь все конфигурации я буду делать через session, чтобы просто можно было коммитить. Значит, для того, чтобы нам взять и разбалансировать трафик с клиента 1 на FV1 и на FV2, мне нужно описать новый сервис. Сервис FV2. Давайте просто FV назову, не буду приедаться уже к номеру. FV2. И здесь что-то не так. Сервис, не понимаю. Возможно, потому что такого сервиса нету, поэтому мне предлагают, да, давайте мы создадим мне сервис, да, сервис ставим вне в него. Если бы я редактировал существующий сервис, если бы я нажал FV1, то тогда было бы все без проблем. Вот такой вот есть пока нюанс, но ладно. Значит, описываем наш FV, сервис FV. Так, давайте, знаете, для ускорения, так как у нас сервис FV будет, по сути, состоять из тех же самых адресов. сервис FV это наш так, много добавилось слово IPBR, поэтому здесь стало сложнее находить, но сейчас мы обо всем поговорим. Значит, первый сервис Pinpoint, далее выходим отсюда, выходим отсюда и добавляем сюда же сразу же, не выходя второй сервис и для него прописываем reverse. Теперь это выглядит все вот таким вот образом. вот он мой сервис FV и вот внутри этого сервиса есть два endpoints. Вот они, два endpoints. Они, понятно, что здесь дублируются то же самое, но они переноходят рамок одного сервиса. Теперь заходим в настройки, через сессию, заходим в настройки моего полиси клиента, убираем отсюда десятый, убираем отсюда двадцатый, и в десятом я вешаю мой новый сервис set service v. А теперь мы не будем использовать цепочку, мы будем использовать сразу для бонусировки его. Коммитим. мой конфиг теперь приобрел вот такой вот вид. У меня теперь есть полиси, в рамках которого у меня есть только один сервис, но в рамках этого сервиса подписано несколько скейнпоинтов. Давайте попробуем сделать трейс раут. Видите, мы теперь идем только через один фейервол, но вот если нам повезет, а нам не повезет. Знаете, если мы могли бы в трейс рауте поменять порт, например, на какой порт мы могли бы это делать, может быть, можем делать, а он, наверное, не будет слушать, по умолчанию. Другой порт у нас не слушает, скорее всего. вряд ли это будет работать. Не работает. Хорошо. Но нам, похоже, это не сильно помогает. Да, не хочет он. В общем, мне довольно сложно это показать, когда на Устенд, потому что у меня не очень много клиентов. Тысячный какой-нибудь. тысячный. Ну, пожалуйста. Нет, не хочет. В общем, смысл в чем, что если у меня будет... А, да, все правильно. Не будет. Не будет, но не смогу я показать, к сожалению. Да, к сожалению, не смогу показать, как работает балансировка, но именно на практике, да, но я смогу это описать. Точнее, объяснить, как это работает. Смотрите, балансировка в IPPR на самом деле выполнена достаточно примитивным образом. И это, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это немного огорчает. Значит, в чем смысл балансировки в IPPR? Давайте мы, кстати, для того, чтобы понять, какая вообще есть балансировка в IPPR, я просто зайду в сессию, IPPR policy, ошибся, что ли, IPPR policy, а, client 1, да, IPPR policy. Так, и здесь, еще в match зайти, для каждого match, да, есть, можно выбрать свой способ балансировки. вот здесь вот есть командочка loadbalance. Есть два вида балансировки. Есть этот, есть вид балансировки по destination IP адресам и source IP адресам. Значит, в чем смысл этой балансировки? Их всего два. Выбирать здесь приходится не из многого, но смысл в следующем. Как вы помните, я вам в аксесс-листе вот здесь вот указывал IP адреса источника и IP адреса назначения. Так вот, на основе вот этих IP адресов, здесь не IP адреса должны быть, а сети, у нас формируется, когда мы создаем IPPR, на самом деле формируется несколько аксесс-листов, которые описывают, ну, так сказать, некий сервис, как они должны проходить. Давайте я, ну, предположим, да, что вот здесь находится там не 32 префикс, а, например, 24-й, здесь 24-й, здесь 24-й. Так вот, когда мы хотим балансировать трафик, да, и мы говорим, мы указали вот эти два сервиса, ну, два сервиса симпоинта в рамках одного сервиса, то Машлятор, Nexus, да, автоматически понимает, что мы хотим балансировать трафик. Что он делает в этом случае? Он берет, и в зависимости от метода балансировки, который мы указали, вот, по умолчанию работает source IP, то есть вот этот source IP, он берет и на основе вот этого аксесс-листа, берет и создает нам новые аксесс-листы, в котором будет указана наша сетка, network, но маска в ней будет уже не 24-я, а 25-я. То есть таких аксесс-листа он стоит два, то есть первый аксесс-лист 25-й, ну, давайте, ну, прям 0, 25, и второй аксесс-лист, да, 128, с маской 25. Вот, то есть мы указали два, ну, он пополам ее поделил, в общем. Вот, таким образом он указал два аксесс-листа, и внутри, ну, под капотом, да, нашей, всей моей конфигурации, у меня на самом деле не один аксесс-лист вот такой вот, а два. Вот, в моем случае, так как я использую 32-й клефис, ему делить просто некуда, поэтому у меня вся балансировка, она заканчивается на том, что все просто уходит на FV1. Вот, если бы у меня здесь было бы два клиента, и была бы там какая-нибудь 30-я маска, то он поделил бы пополам, ну, 31-я маска, да, он поделил бы пополам, и каждый клиент ходил бы через свой фейервол. Значит, увидеть это можно следующим образом. Show PBR, да, и здесь мы этого увидим. PR policy, сейчас попробуем, в статистике будет видно. Да, это видно в статистике, то, о чем я говорю, но единственное, что у нас, ну, в моем случае, это аксесс-листы, второй будет нулевой, да, первый будет как раз с моим адресом. Вот это два аксесс-листа, которые вы, ну, не можете просто увидеть в Show IP Access List, но вот это вот два аксесс-листа, которые создаются на основе моего основного аксесс-листа. То есть вот здесь, ну, грубо говоря, вот этот, который я писал, да, 0,25, вот здесь будет 128, 25-я маска. А вот это два аксесс-листа. Вот, и на основе этих аксесс-листов у нас происходит балансировка. Сюда и сюда. Вот, если мы указываем по, балансировка по destination IP, то будет происходить все то же самое, только за основу будет браться в нашем аксесс-листе не source адреса, а destination IP адреса. Вот, при этом количество вот этих аксесс-листов, да, вы можете регулировать, создавая их аксесс-листов, сэшн, полиси, через слабать, то есть мы наш трафик помещаем в некие батиты, в некие корзины, да, и таких батиков у нас может быть от 2 до 256, то есть у вас может быть там 256 подключенных устройств, через которые вы хотите, можете все это балансировать, то есть ваша маска, да, она может быть разбита вот на столько мини-аксесс-листов, и все это будет так выпадать на основе этих батитов. Вот, при этом батиты, вы можете указать батиты, и потом сразу указать метод. Работает вот так вот. Таким образом у нас происходит балансировка, то есть балансировка происходит на основе IP-адресов. Кстати, за счет этих IP-адресов, ну, из-за того, что у нас вот в батитах для балансировки и на самом деле для просто прохождения цепочек трафика, у нас используются именно аксесс-листы в таком вот формате, то у нас и работает спокойно вот эта симметричность трафика, да, потому что аксесс-лист может точно определить, какой трафик принадлежит какой сессии, да, для того, чтобы прилить сессию, нам необходимо понимать IP-адреса, номера портов и протокол. Аксесс-листы все это понимают, поэтому здесь проблем у нас не возникает. Вот, таким вот образом у нас реализуется балансировка. К сожалению, я показать это сейчас не могу. У меня просто нету столько клиентов. Вот, можно было создать еще один НВРФ, но, честно говоря, мы немножко по времени уже уходим. Я думаю, логика основная ясна. Вот, но если у вас есть вопросы, то напишите, пожалуйста, чат. я как раз открыл сейчас. Вот, поэтому если есть вопросы, давайте обсудим. Вот, может быть, что-то осталось непонятно, что-то стоит показать еще раз, но на самом деле в целом это вся работа, которую я хотел показать по IPBR, потому как это работает, потому как это все взаимодействует между собой. Вот, поэтому вопросы, комментарии, дополнения пишите, пожалуйста, в чат. Я останавливаюсь на минутку. и вернусь к каким-то моментам. Если вопросов нет, то поставьте, пожалуйста, плюсик и пойдем дальше, чтобы не затягивать тут уже, чтобы я не ждал просто так. Так, вижу плюсик, вижу реакцию. Хорошо. Тогда, если вдруг вопрос появился, вы там его пишете, он там длинный, то напишите, я ничего не закрываю, я, если что, к этому просто вернусь и обсудим позже тогда. Вот, а на этом, да, на сегодня именно практическая часть, то, что я хотел показать по теме, она закончена. Далее пойдет немножко организационной частью, мы прям достаточно быстро по ней пройдемся. Познакомлю с курсом, да, с программной курсом, программной курса и так далее. Да, плюс отвечу на организационные вопросы, которые у вас появились во время нашего мероприятия. Значит, о курсе, да, я перейду сразу на лейдинг, обсудим это именно здесь. Значит, сам курс у нас дизайн сети ЦОД идет три месяца, одно занятие в неделю, оно идет по средам или средам, а восемь часов вечером. Вот, каждую неделю мы собираемся и изучаем современные сети ЦОД. Вот, начало занятий у нас будет 26 апреля, то есть чуть меньше, чем через месяц, в среду, как раз мы в конце апреля мы стартуем. Вот, все это, конечно, происходит в формате онлайн, то есть это вебинары, как сейчас. Записи этих вебинаров также будут доступны, то есть если руку что-то пропускаете, не успеваете, ничего страшного, вебинары, записи вы сможете посмотреть, вопросы, задавать, никаких проблем у нас здесь в этом нет. Значит, пригласите состав курса. Со мной уже познакомились, также у нас есть преподаватель, отличный преподаватель Сергей, который на данный момент работает на позиции ведущий сетевой инженер в компании RubyTech, вот, при этом Сергей имеет действующий статус ECI и плюс еще несколько других сертификатов от компании, ну, как компании Cisco, да, так, то же самое ECI, либо компания Nokia, либо Red Hat и еще несколько штук различных сертификатов. Третий наш преподаватель это Тимур. Тимур на данный момент также работает в достаточно крупном финтехе, вот, плюс Тимур работал в компаниях таких, как OzonTech, Тинькофф и даже успел поработать в самой компании Cisco на роль технического консультанта заказчиков по, как раз, центрам обработки данных, да, по нашим ЦОДам. Вот, ну, последний преподаватель, но, конечно же, не по назначению, это Иван. Иван также работает в одном достаточно крупном интеграторе на позиции ведущий сетевой инженер, также имеет активные статусы Cisco CCIE и Huawei CCHCIE. Также очень плотно занимается именно сетями ЦОД, вот, и как раз в текущем интеграторе, да, это, по сути, есть сети ЦОД, они именно их и строят. Далее, поговорим немножко о программе курса. Программа курса у нас разбита на четыре основных модуля. Так, я вернусь к чату. Хорошо. Четыре основных модуля. В первом модуле мы разбираем основные архитектуры ЦОДов, да, то есть, какие у нас есть топологии, поговорим более подробно о класс топологиях, как они строятся, зачем они нужны, в чем их преимущество, в чем их недостатки. Обсудим, как вообще строить сети, да, то есть дадим некие основы проектирования, как вообще какие-то моменты учитывать, что не учитывать, да, как это все работает. Вот, и такая некая обзорная лекция по технологиям построения фабрик, то есть, какие у нас есть underlay сети, какие есть overlay сети, как они взаимодействуют между собой и вообще для чего они все нужны. Вот, после первого модуля мы переходим уже к более такому практическому модулю, это построение underlay сетей и на основе разных протоколов марштизации, потому что underlay сети в современном мире, да, могут быть абсолютно разные, как начиная с OSPF, ASIS, так заканчивая полностью на протоколе BGP. Причем BGP может быть как IBGP, так и IBGP. Здесь уже все на волю инженера, который будет проектировать данную сеть. плюс небольшой такой ликбез по построению IP фабрики, то есть сети SOT только на протоколе BGP, только используем протокол IP без всяких оверлеев и тому подобное. Третий модуль у нас довольно большой, он посвящен технологии VXLAN и VPN, и здесь мы разбираем прям очень подробнее этот момент, то есть мы начнем с VXLAN вообще, что это такое с основ и VPN, которые у нас также участвуют во всем этом. После этого переходим уже более подробно к VPN-02, VPN-03, поговорим о различных технологиях VPC и их аналогов, то есть не только у нас VPC, конечно же, есть, есть еще другие технологии. Вот, немножко обсудим как оптимизировать таблицу мультизации, когда мы используем VXLAN-ы, вот, и, конечно же, это плюс еще распределенные сети, да, технологии Multipot, Multisite и так далее. То есть все это мы также довольно подробно стараемся разобрать. Последний проектный модуль. Проектный модуль дается, ну, грубо говоря, дается, он идет один месяц и в рамках этого модуля у нас дается время на то, чтобы вы могли реализовать свою большую практическую работу либо на основе какой-то предложенной темы на основе того, что мы прошли, вот, либо здесь дается тема, которая вам сейчас интересна, либо она есть у вас в работе, ну, у вас на работе есть какой-то проект, который необходимо реализовать, вы приходите с этой темой, мы ее обсуждаем, вы здесь все это делаете, все описываете, все тестируете, и на работу вы потом приходите уже полностью подготовлены, просто, ну, грубо говоря, переводя конфигурацию из документации в ваше оборудование. Далее, весь курс у нас построен, и примеры, основные все примеры, они построены на оборудовании Cisco, на Cisco Nexus, вот, однако здесь мы не ограничиваем выбор оборудования, то есть, если вам ближе, например, Juniper, либо Arista, либо еще что-то, то вы можете использовать свое оборудование со своими образами, либо это железное оборудование может быть, тут на ваше усмотрение, потому что технология EVPN и технология VXLAN, они все открытые, они есть у всех сейчас, вот, поэтому здесь на ваше усмотрение мы стараемся давать больше именно то, как это работает, а не то, как это реализовать именно там нацистки, например. Вот, конечно, да, у каждого вендора свои есть особенности, мы их, конечно, тоже не будем обходить, потому что это тоже важно, вот, но будем стараться давать материал именно не привязывать к определенному вендору, особенно сейчас, мне кажется, это очень актуально знать вообще, как это работает, а не как это настроить. у какого-то одного производителя. Так. Кстати, по поводу открытого урока, который я говорил, здесь можно найти какую-то ссылочку, также сможете посмотреть по поводу сегодняшней темы, да, там, можно сказать, там была первая часть, сегодня вторая часть. Вот, это что касалось нашего курса и программы. Если у вас есть вопросы, то напишите в чат, я пока продолжу дальше. немножко карьерной информации, там, некая аналитика, которую предоставил нам наш партнер HeadHunter. Единственное, что сразу я должен сказать, что все данные взяты из открытых источников, то есть у нас нет какой-то инсайдерской информации в данной статистике, которая здесь есть, к сожалению, у нас ее пока нету здесь, вот, поэтому здесь только то, что открыто, то есть вы можете сами зайти на сайт HeadHunter, вбить там в поезд сетевой инженер, да, там с опытом работы, в данном случае, да, здесь на самом деле такая выборка от года до трех лет, да, можно сделать выборку побольше года, там и так далее, вот, но в данном случае вот такая вот у нас выборка от года до трех, вот, на данный момент в Москве у нас 253 вакансии на март 2023 года, то есть на этот месяц, и если мы говорим про Россию, то здесь два раза больше вакансий, это 536 вакансий в марте, только которые появились в марте по России на данный момент, и вакансий от года до трех, то есть если вы берете больше, там может быть больше или меньше вакансий, то же самое касается зарплаты, уточню, что здесь именно медиана, то есть это не средняя, это именно медиана, то есть прям серединка в данном случае, опять же, данный материал, это только открытые источники, те зарплаты, которые указываются в, которые не афишируют компании, их, конечно, очень много, очень много на самом деле компаний сейчас не указывает зарплаты, что очень грустно, конечно, хотелось бы все-таки видеть их хотя бы в примерный диапазон, но что есть, то есть, поэтому такая вот у нас есть аналитика, но до момента это 100 там 1, 110 тысяч, ну именно медианы, опять же, где-то сильно больше, где-то может быть сильно меньше, вот, ну по требованию, по требованию здесь на самом деле все логично, стандартно, да, это опыт администрирования сетевого оборудования, знание оборудования ЦИСКа, вот, но сразу скажу, здесь немножко не дополнил момент, сейчас не только ЦИСКа, конечно же, да, сейчас очень много других производителей тоже появляется, то есть, это как и российские производители, так и, ну, какие-то аналоги ЦИСКи, то же самое Huawei сейчас довольно активно, кстати, закупают, вот, возможно, какие-то поставки пошли, вот, но тут уже надо смотреть по рынку, вот, из того, что сейчас видели, очень много именно требует все еще ЦИСКа, хотя вроде как ЦИСКа у нас не так актуально, хотя тут каждая компания выворачивается как может, вот, по технологиям, это BGP, ОСПФы, PBRы, НАТО, ВРФы, то есть, здесь, на самом деле, такой список довольно обширный, довольно широкий, вот, то есть, сейчас требуется, то есть, специалист, который знает практически все технологии, это там самые популярные такие вот моменты, ну, и, конечно же, да, если мы говорим про сети ЦОД, то здесь практически в каждой вакансии, которая связана с ЦОДами, требуется знание оверлейных технологий, например, то же самое VXLAN с EVPN, вот, без них сейчас в ЦОДах, ну, довольно сложно, вот, практически все уже перешли на данную технологию, вот, такая вот у нас небольшая статистика, вот, вопросов, вопросов я пока не вижу, вот, поэтому предлагаю на сегодня тогда заканчивать, последний у меня слайд такой вот остался, с неким, с этим анонсом на будущее, еще раз повторюсь, что у нас старт обучения 26 апреля, чуть меньше, чем через месяц, но также у нас будет еще один открытый урок 13 апреля, 13 апреля у нас будет четверг, отличный день для открытого урока, на этом открытом уроке, вот здесь вот можно посмотреть анонс, мы обсудим BGP-диагностику, да, и посмотрим, какие у нас были инциденты в декабрь, январь, февраль, там вот было несколько инцидентов, связанных с протоколом BGP, у нас также приглашенный, так сказать, инженер из компании Куратор Иван Потапов, который поделит с нами такой некой статистикой, какие были инциденты, как их диагностировать, как они их это диагностируют, как они собирают информацию в Кураторе, вот тоже приходите, будет интересно посмотреть, вот, а на этом на сегодня все, единственное, что перед тем, как закончить, я попрошу вас пройти опрос по сегодняшнему занятию, опрос я проложил в ссылочке, в чате, на этом все, если есть какие-то вопросы, я останусь здесь еще на минутку, на две, вот, поотвечаю, вот, если вопросов нету, тогда спасибо, что сегодня присоединились, хорошего вечера, хорошего выходных, и, надеюсь, увидимся на следующем открытом уроке. вот так оставим. так, ладно, благодарю, до встречи на курсе, так, лансерок на курсе, по объему трафика, не практикуют, в IPBR, к сожалению, автоматически это сделать сложно, то есть здесь, ну, так как IPBR, по сути, это статика, да, то вам необходимо самостоятельно мониторить этот момент, вычислять сети, которые, сети клиента, да, которые больше всего нагружают вашу сеть, и уже этих клиентов как-то распихивать по разным аксесс-листам, и таким образом балансировать, вот, к сожалению, IPBR нам не позволяет это делать, все-таки это статическая, статическая конфигурация. Вот, если нужны другие способы, то здесь уже надо что-то придумывать. Так, я так понял, это был заключительный вопрос. Тогда, коллеги, еще раз спасибо, что сегодня присоединились. Спасибо, что сегодня присоединились. Спасибо за то, что провели активность. Было интересно. Надеюсь, для вас это было полезно. Для меня так точно. Вот, на сегодня тогда все. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok